приветствую дорогие друзья канал обзоров походной еды конечно же сегодня мы будем что-то есть заодно об этом обязательно поговорим а сегодня к нам возвращается слуцкий мясо консервный комбинат с таким вот продуктом каша перловая со свининой вариант сервировки обратите внимание на куски мяса которые выглядят просто как огромные куски шашлыка предыдущий обзор слуцка был не очень если помягче сказать рубец полный рубец дизайн такой же в принципе вот эти вот символики непонятные дальше мы видим сайт слуцкмит наверное можно оставить свои отзывы номер партии банка старого образца видите без открывашки еще будем использовать вьетнамский нож сделано 1 августа двадцать третьего года ну что друзья что по составу свинина вода питьевая крупа перловая жир топлёный свиной лук обжаренный обратите внимание соль конечно же антислежащий агент чтобы она не залежала себе пятьсот тридцать шесть и перед черный молотый но в принципе химозы не так-то много массовая доля мяса по рецептурной закладки 37 и 7 крупы всего лишь 15 и 5 и топлёный жир 10 и 2 чего там остального к сожалению не указано ну что попробуем кашу от слуцка кстати недорогая покупал в фирменном магазине слуцкого мясокомбинатора обошлась всего лишь в 2 97 ну что ж от купыри в нашу кубыш куда-то убегаешь не убегай так уважаемые зрители канала кубышка открыта в принципе такая стандартная картина по кашам видим немного жирок ну что ж на запах такой достаточно приятный аромат ничего отталкивающего нету сейчас возьмем прибор и проверим вот друзья видите конечно холодном варианте каши это прям такой экстрим уже все нету костра надо вылезть его там нормально жира ну что пробуем но мы на мягкость какая перловка на соль ну вроде неплохо кислоты нету блин может еще с нормально поужинаю отсутского комбината то тут наверное жирок ну-ка да нормальная перловка не тверда блин удивление холодный тест получает 8 баллов я даже наверное холодную с голодухи бы заточил тем более 3 рубля кстати вот во время похода будучи в поисках черных груздей видел такую банку в лесу достаточно старенькая валялась да кто-то перекусил но мы переходим горячему тесту и ставим ее прямо в это пекло и так прямое включение с горячего теста каши отсутского мясо консервного комбината каши перловая со свининой вот так вот она разогрелась нужно со стенок не будем соскребать потому что в банке такое случается и собственно вот наша каша друзья холодный тест я прям 8 баллов поставил но видите нет шашлыка не заметишь опять витамины ну-ка шашлыка как-то незаметно вот такие кусочки мяса попадают свиньи ну что пробуем горячий тест но прям соль обострилась прям покуда и разогревал как будто кто-то подкрался и туда же меню соли просто да где-то видимо на дне банки она скопилась очень соленая папировка не кисла достаточно мягкая ну таки противоречивые вкусовые ощущения много соли реально уже начинает мучить жажда беру с мясом не вот так-то сытно но были поинтереснее у нас образцы что вот такое противоречие холодный тест голода казался лучше казался лучше по соли горячий очень соленый поэтому теряет половину снижаем до 4 баллов но 4 балла то это достаточно высокая оценка она означает что ее можно употребить можно съесть но с какими-нибудь овощами например со свежим огурцом свежие помидоры в принципе будет нормально чтобы соль погасить ну да все 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 что вот я пробую но все прям вот такое соленое жутко все можно делать вердикт бывали каши и повкуснее у нас на обзорах однозначно ну вот такой вариант отсутка холодные 8 потому что приятные были вкусовые ощущения горячий обострил соль сделаю с солониной но такой сытный солониной надо запивать водой потом либо употреблять с овощами поэтому получил 4 балла вердикт второй раз я ее не куплю но если вы оказались безвыходной ситуации и кроме фирменного сутского магазина у вас по пути ничего нету и там стоит кашево нужно кашет в принципе можно пару банок взять при этом если у вас с собой свежие овощи вы видите на поход на рыбалку то в принципе зайдет в принципе можно черный день тоже наверное перенебрал я лучше взял другие каши которые мне есть на обзоре конечно чуть-чуть вот видим улучшение после рубца кстати вот есть смешать с предыдущим обзором с фляжками ну может 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 фляжки вообще были сладковатые томатные они погасили эту соль поэтому может быть мы найдем интересный продукт отсутка друзья подписывайтесь на канал ставьте лайки донаты в описании канала вы конечно же выбирайтесь на природу с хорошей тушенкой всем пока